друзья всем привет вы на канале джонни кэтсул это обзор на паназиатский смесь 10 урня юянг мне на канале не было обзора самое время исправить этот недостаток сейчас юянг не хило апнули в 2022 году он получил расходник ускорения передатки торпед и заиграл новыми красками стал популярен так что давайте посмотрим стоит ли качать юянг бросить выпуск понравится подпишись на канал и поставь лайк и так он очень похож на гиринг но имеет национальную фишку в виде глубоководных торпед а также возможность установки рлс единственный эсминец который из прокачиваемых можно играть через рлс все остальное только смолд и рагна бронирование 19 миллиметров нету как у гиринга 21 миллиметрового бронепояса но по сути вы ничего не танкуете и хп мало 22000 восстановить боеспособность невозможно так что на юянге строительство п все-таки сейвить она вам в середине в конце боя пригодится артиллерия 3 башни по 2 орудия калибром 120 миллиметров как у гиринга но здесь подрезанная перерядка на 4 секунды гиринга быстрее это не очень много и перестрелять 10 эсминцы на юянге без прокачки на гк невозможно практически даже шимка вам накидает девяток и восьмерок можно уничтожать но с некоторыми будут проблемы дальность получше чем американцы 11 9 это конечно плюс можно поэффективнее заливать линкоры но попадать сложно это та же самая баллистика очень долго летят снаряды и вертикально американская на гиринги вы уже это должны были опробовать на вооружении фугасы пожара очень маленькая пять процентов я считаю из-за этого орудия не самые удачные слабо поджигают поэтому все стараемся вешать на пожары пробить и 20 миллиметров есть и бэбэшки 200 классический в борт заряжайте бэбэшки чтобы вытаскивать белый урон но изначально старается или поджигать едем дальше торпеды это конечно фишка в янге так они глубоководные плюс это заметность торпед всего лишь они светятся 800 метров то есть если у цели нет гапа среагировать от этих торпед практически невозможно не светится у борта и все ловит цели эти торпеды при этом у них хороший шанс затопа скорость хода 72 узла урон 18800 это достаточно много и неплохая дальность 10 уровня все еще комфортно 13 с половиной километров время перезарядки 98 секунд проигрываем гирингу конечно по времени перезарядки по дальности торпед но юянк для меня это сейчас один из самых лучших торпедных эсминцев из недостатков эти торпеды не уничтожают подводные лодки и эсминцы то есть кидайте в эсминцев торпеды бесполезно них просто засветит и они пройдут под днищем эсминца эффективно они вот против крейсеров линкоров и авианосов и зенитное вооружение у юянга достаточно слабенькая здесь нету возможности взять заградку как на гиринге дальность 5.8 и сбивать вы можете эффективно разве что лампочки чтобы от авика прятаться здесь будем уходить дымы но они неплохие об этом чуть позже маневренность 38.3 плюс есть форсаж можно взять и перк осмотрительный и будет эсминчик достаточно быстрым он подинамичнее гиринга перекладка кстати хорош 3.1 маскировка мы светимся с 5.8 это очень топовый параметр то есть юянг незаметней гиринга но проиграет гирингу с версии когда у гиринга уникальная модернизация по маскировке однако вы пересвечиваете всех универсалов там дейлингов грозовых естественно вы пересвечиваете артиллерийские эсминцы типа калибера хабаровска только проиграете шиме вампиру там наравне пом засветитесь и гирингу с уникалкой переходим к снаряжению и так здесь дымогенератор очень удобно и что один из самых лучших в игре пан-азиатский здесь целых пять зарядов это неплохое количество дымы стоят 70 секунд перед 95 и можно их так раскачать что вообще дымы у вас будут всегда готовы то есть вечные дымы можно устроить это прикольная особенность помогут вам спрятаться от авика и пострелять безнаказанно из дымов американцев там три заряда не очень-очень долгий но перезаряется также слишком большое количество времени у гиринга часто бывают ситуации боях когда дымов у вас нет здесь дымы явно удобней что-то средне между американскими дымами и британскими дымовыми шашками форсаж вместо дымов можно терраску она работает в базе 25 секунд в полной прокачки снижаясь 36 секунд это прям дофига сейчас у многих крейсеров рлс к работает меньшее количество времени бьет она на 70 километров как у смолда и рагнара можно кататься с рлс к и у вас будет неплохой коридор чтобы засвечивать эсминцев и вот как раз таки а поинтересный нам дали у скрин петки торпед то есть мы кидаем 10 торпед здесь 2 веры по 5 штук и прожимаем вот это расходник еще кидаем 10 торпед в итоге мы кидаем одновременно 20 торпед и это очень-очень много только х и т может кидать 20 торпед все остальные явно меньше даже и магири может кидать 18 торпед и янг 20 20 торпед в один например пролив или в одну цель это прям очень больно часто вы просто торпед будете вешать и ваншоты при этом коварный расходник вроде бы прошли 10 торпед янг который так тяжело мансануть а он еще 10 кидает и ты не знаешь работает у него этот расходник если он может он в подкате и ребят янг но очень коварный стал по модернизациям я лично катаю янг в торпеды можно конечно в гк выбора за вами возможно я сделал отдельно обзор на уникалку юянга переобзор вернее у меня также он был но мне не понравился удалил почему кота в торпеды ребят торпед здесь конечно хороши но гк я уже сказал мне не нравится но подрезанный и за шанс на поджог раскачиваем торпедки и перки кэпа здесь такая же интересная комбинация в основном все на торпеды но я взял бесстрашный чтобы немножко раскачать гк потому что я стреляю часто с юянга и когда я свечусь перезаряд капается на 10 процентов что неплохо собрали паназиата пошли смотреть бой подводить итоги и так уже 40 тысяч урона я набил попала одна торпеда в коня и обратите внимание выходит британский линкор бортом я заряжаю бронебойные снаряды становлюсь в дымы и начинаю вытаскивать из белый урод перезарядка значительно хуже конечно чем у гиллинга но тем не менее используйте свои пушки они всегда помогло набить больше дамага например после затопа повесить пожар либо сначала повести пожар потом затоп или просто если торпеда не попадает а такие ситуации боях будут случаться старайтесь чисто из гк набивать вы эсминец хоть и такой торпеда универсальный но используйте пушки то меня всегда удивляет когда играют например шимпанзе и тупо игнорируют свои пушки и хотя они у японцев неплохие просто не попадая торпедами не катаются без дел 70 до 1000 урона избавились мы от конкеррора захватываю точку браво и наши команды к сожалению идет медленно но верно к проигрышу потому что первых зеленых меньше плюс противника еще есть подлодка два эсминца я принял решение пойти попробовать торпеднуть кремля потому что воевать против шлифина гиндера с гапами на 5-6 километров будет неэффективно плюс там москва и шерман захватываю точку и четко иду за советским линкором и так юянка ребят отличный торпедный эсминец мне он очень нравится именно в торпедках если буду кратить уникалка еще раз напоминаю что сделал отдельное видео почему он хороших торпедах они действительно для десятого уровня в полном порядке есть что это топ-2 торпеды топ-2 топ-3 среди эсминцев при попадании двух-трех торпед уже отбиваешь неплохое количество урона если еще попадаешь вовремя в аварийку то и за топчик набьет дамаг плюс янг незаметный удобный здесь быстро переживаются дымы и самое главное коварный расходник ускорение пиздлятки если раньше без этого расходника мог четко сказать что гейнг сильнее то теперь разработчики по эффективности эти два эсминца примерно сделали равными расходников 2 конечно это мало но супернитан вы получите 3 заряда и при прожатии выпускаете 20 торпед грубо говоря цель получила торпеду починилась вы еще кидаете свои веера и точно попадаете ей после аварийки это попадание торпеды еще и зато либо если цель все прошла думать что она делалась легким испугом то вы прожимаете опять же эту кнопку и топите линкор можно и спикировать у вас даже если вы промажете будет еще один шанс короче ребят расходник супер коварный как на хоргума как на хитэ но главное что ты не можешь прогнозировать есть ли он у эсминца юянг без напряга прекрасно играется вы можете контролировать точки за счет неплохой маскировки и например версии с орлеской можете охотиться за линкорами за крейсерами но с эсминцами я рекомендую все таки не пересекаться по понятным причинам они вам наваляют и у вас нету хилок и запас хп немного но например восьмерки девятки можно уничтожать честно говоря непонятно почему люди играют в основном на симакадзах тем более на двенашках если юянг будет просто гораздо лучше на симке торпеды конечно мощные но они светятся у юянга с этим проблем меньше обратите внимание кремль без гапа без какой-то информации просто в открытой воде ничего не может против стать этим торпедам они светятся с 800 метров он их ловит это очень классная особенность 117 тысяч урона опять попадание торпедами но наши все больше и больше сливаются юянг качать или нет ребят рекомендую однозначно если вы хотите именно поиграть на торпедном эсминце при этом кораблик интересен своей вариативностью он как конструктор можете играть с дымами можете играть с орлеской можете играть фулл торпеды можете играть что-то среднее как я это делаю можете играть фулл гк то есть здесь в принципе вариантов комбинации достаточно много этот кораблик точно не будет скучным однообразным возвращаясь на точку браво думал там как-то помогу но чуть позже изменю свое решение форсажи кончаются перезарядки торпед также уходит в полное ну количество 0 штук да то есть остаются у меня только дымы как эффективно играть на юянге ребят старайтесь подловить цель циркуляции и торпедировать те корабли которые во первых медленные у них нету гапа к сожалению фишка глубоководных торпед начинает полностью отсутствовать если у корабля есть гап если есть гап то они уже светятся не с 800 метров а с того параметра какой гап у противника и тут без разницы глубоководные торпеды либо обычные они уже будут светиться все одинаково второй момент старайтесь кидайте торпеды где нету эсминцев потому что треугольники будут постоянно эти торпеды светить ибо они по ним дамаг не наносят просто проходят соответственно они их засвечивают и уже у линкора будет время на реагирование ну и не забывайте подключать свои пушки здесь есть дымочки в них можно удобно спрятаться и просто разбирать корабли потому что будут бои где вы не попадете торпедами и придется с пушкой ковырять противников напишите в комментариях думайте про янг я считаю это очень классный апп возможность пускать 20 торпед на 10 уровне это офигеть каимбовая фишка при этом я был фанелс и мы брали 3 отряда ну 3 янга в отряд это целых 60 торпед причем 60 торпед на эсминцах это очень жестко и янг он гораздо лучше чем динан в торпедах потому что на динане ты не можешь близко подойти это все так крейсер а янг это отличный незаметный эсминчик и иногда в боях просто невозможно поймать и янгов они если грамотно играют постоянно не светятся и ты не понимаешь откуда они нанесут удар здесь я четко решил идти и торпедировать усилий на упор ну потому что мы и так сливаем собственно корабль японцев достаточно мало маневренный и у него редкая перезарядка хотя 305 калибр конечно на фугасах вытаскивает очень много но это как раз таки мне удается его подловить и пикировка на эсмин удалась 10000 у меня остается успел я уйти в дымы заранее чтобы выжить прошли торпеды подлодки по наведению потому что я поражал аварийку это 176 тысяч урона 9 поводонит торпед и захваченная база вполне уже неплохой бой но это еще не конец сейчас я понимаю что меня пушит шерман это американский эсминец за уголь он очень силен у него есть гап на 5 км соответственно он меня пошел пушить с гапом но в дымах я не стал сидеть сразу на него выкатаюсь разворачиваюсь чтобы работало 6 орудий и добираю его 5000 хп то есть нужно анализировать правильную обстановку если конечно вас начинают рашить и смититься с гапами то либо вовремя сваливайте либо если у них мало хп то выходите сами на них первыми чтобы их самих подсветить а не просто сидите в дымах вас будут сидеть гапом и уничтожайте противника 182000 но тут очень будет проблемный баллау я сначала думал что быстро за ним смогу выйти и забрать бомбами но сейчас подлодки достаточно апнуты у них хорошо работает перк на скорость и догнать подлодку это еще та задача 37 узлов сейчас еду францажи кончились нет в этой сборке расторопного но я считаю что полезнее его взять бесстрашный если играет на урон во первых расторопный режет чуть-чуть перезарядку во вторых от бесстрашного в рандоме больше пользы основой калибр остается у противника Москва Симакадзе кстати Симакадзе будет фуловый вот идет РЛСК Москвы но она за островом берет точку Б я это вижу сейчас просто моя задача пережить РЛСК Москвы я принимал решение что пойду тропедировать советский крейсер типа такая отчаянная попытка как свесина но все кажется немного интереснее и проще потому что Москва не будет меня пытаться встретить с гапом а решит взять курс на точку альфа короче итоги по Янгу вы получите при прокачке прекрасный торпедный смит очень простой я считаю лучше чем шимка в торпедах потому что торпеды незаметно они реально попадают ну реально попадают даже с целью гапы гап все таки не бесконечный ты кидаешь с комфортом торпеды если не попадаешь есть перезарядка при этом универсальные дымы артиллерия которая позволяет все таки еще немножко позаливать кораблик метовый в недавнем турнире Summer Wave при бане Рагнара и Смоланда что актуально для Коца в перспективе для других турниров то Янг очень там хорош потому что это единственный смит с РЛС и с прокачиваемых плюс за счет перезарядки торпед он жестко спамил и линкор и любые там крейсера короче кораблик сейчас метовый качайте однозначно при этом при прохождении ветки вы получите тоже массовые такие интересные эмоции и интересные эсминцы там ветка пересекается из советских эсминцев из американских чего стоит на памяти Фушунь классный кораблик на 6 уровне на 7 получаете Ганжан Мэда на 8 Ксиньян Ксиньян тоже был интересный на нем когда-то проходил ранги и уже с него если не ошибаюсь дают расходник при этом и РЛС тоже появляется короче с 8 уровня эсминцы очень интересные эффективно вы быстро пройдете с удовольствием также девятку и получите вот Юянг вершину ветки классный вообще кораблик уничтожил уничтожил крейсер Москва опять же торпеды глубоководные зарешались скорее всего крейсера не было уже гапы и вот он словил сколько 3 торпеды или 4 отправился в порт времени времени никакого практически нет если у вас нет гапы это самая большая фишка торпед все представьте 800 метров это они светятся ну очень очень близко очень близко короче янг тупо топ сейчас я ему ставлю оценку пожалуй ну как торпедный эсминец 9 из 10 и даже 9 из 10 9 из 10 как ГК эсминец конечно здесь проблема но это и обзор не сборка в ГК вы можете его так пересобрать но почему мне не нравится все таки артиллерия когда стреляешь ты будешь постоянно светиться по тебе будут вести ответ на огонь попадать сложно особенно по выходящим целям с этой баллистикой ну и шанс пожар ребят я уже говорил что здесь с этим большие проблемы в принципе мне хватает полностью торпедной сборки и при этом я все еще подключаю пушки все еще из них постоянно стреляю то есть я не забываю про террелию при сборке торпеды просто все умело комбинировать к сожалению подлодка опять же оказалась как я и говорил проблемной он не стал статично стоять пытаться меня забрать он постоянно двигается и тут вылазит фуловый симакадзе который вообще был не битый за 19 минут бой ну и собственно с ним уже я ничего не смогу сделать выхожу из дома потому что скорее всего меня будут отправлены в севера торпед здесь надо было на самом деле стрелять просто больше бы урона набил понятное дело что я не смогу победить симакадзе все у меня хп красное он фуловый я решил уйти за домами сейчас не свечусь попытаться спрятаться за скалу там заторпедировать подлодку в смысле за гк разобрать подлодку но баллау всплыл ребята он сейчас всплыл подождите меня не как как я попаду в перекрестные веера торпеды от подлодки от симакадзе ну и просто уже здесь ноль шансов пытался выиграть бой в принципе это тащилось может быть мне надо было уйти на c но к сожалению оставшиеся противники сыграли очень достойно 216 тысяч урона неплохо 12 попаданий торпедами 8 затоплений то есть почти каждая торпеда вешает за топ ну и с гк еще постреляли ребят хороший сменчик качайте паназиаты сейчас обрели новые краски новую популярность вот таким получился обзор ребят надеюсь вам было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал желаю вам крутых боев всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...